МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие именинники! Сегодня опять Иван именинник. На сегодняшний день благодаря Иоанну Рыльскому, болгарскому. Этот человек значит для болгар, для христиан болгар, столько же, наверное, сколько Савва для сербов, Сергий Радонежский для русских или Нина для грузин. Святой Иоанн Рыльский родился в IX веке в селе под именем Скрина, недалеко от города Средца. Средец — это бывшее название нынешней Софии. Святой Иоанн рано почувствовал движение души к Богу. Где он был пострижен в монашество, мы не знаем. Известна его впоследствии подвижническая пустынная жизнь. Будучи монахом, он искал уединенных мест и под открытым небом проводил многие-многие годы, дни и ночи, молясь Богу и любя всей душой пустынное уединение. Случалось ему жить на одной голой и весьма неприглядной горе, откуда прогнали его злые люди и, сбив, сказав, что здесь их место, они сюда часто приходят по своим хозяйственным каким-то нуждам. Случалось жить ему многие годы в дупле старого дерева. Случалось ему нести другие подвиги, и постепенно к нему стекались ученики. Так говорится в Слове Божьем, что не может укрыться город, стоящий наверху горы, и светильник, зажженный, не ставят под стол, но на стол, чтобы он освещал весь дом. Так и к Иоанну после многих и многих десятилетий подвижнической жизни стали стекаться ученики, которых он наставлял, учил. Учил молиться, учил терпеть бесовские козни, учил любить друг друга. И он стал для болгар, по сути, духовным отцом. Болгария в те времена была новокрещенная страна. Ей нужны были очевидные светочи. Светочи христианства, которые бы примером своей жизни, привлеченным к себе благоволением Божиим, одарили бы эту новокрещенную страну и убедили людей не из книг, не от слов веровать, а от благих примеров. Нас с болгарами роднит очень многое. У нас один и тот же язык, собственно, церковный славянский язык, и азбука пришла к нам, по сути, через Болгарию. Мы благодарны этой стране, поскольку она была тем звеном передаточным, через которое к нам пришло просвещение и книжная мудрость. Мы до сегодняшнего дня пользуемся одним и тем же алфавитом – кириллицей. Болгарский язык сохранил в себе очень много черт, роднящих его с церковнославянской грамотностью. Мы молимся одному Богу. Мы в обрядах, в богослужении, в истории, в догматике, в православии мы совершенно с болгарами одинаковы. Раньше в каждом болгарском селе и городе стоял памятник русскому солдату. И даже не тому, который воевал с немцами во время Второй мировой войны, а еще тем, которые выгоняли турков с Балкан, и русские пролили множество крови, много крови своей, и положили тысячи и тысячи своих жизней за освобождение единоверных нам братских балканских народов. Сегодня, во время всеобщей этой атомизации мира и общества, когда перегородки гордыни, эгоизма, глупости, забвения о прежнем, об истории вырастают между людьми и народами, необходимо сохранять эти живые родственные связи и по мере сил всячески их оживлять и поддерживать. Поэтому сегодня мы поздравляем всех Иванов, опять носящих имя в честь Иоанна Рыльского. Кстати, святой Иоанн Кронштадтский был назван в крещении Иоанном, Иваном в честь Иоанна Рыльского. А кроме Иванов поздравляем с днем Ангела Иоиля, Уара, такие редкие имена, Клеопатру и Садока. С днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин